Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, меня попросили показать все свои картины, сейчас я это сделаю. Эта картина самая первая из тех, которые я нарисовала здесь в Италии. По технике исполнения она самая сложная. Это масло, это не акрил, и здесь очень много масла. Лично я очень люблю эту картину, как раз таки потому, что здесь мне удалось добиться какого-то удивительного цвета. На картине изображены маки, это не перевернутые зонтики, как очень часто кажется моим зрителям. И она символизирует трех членов нашей семьи. Меня, мужа и нашего старшего ребенка. На тот момент нас было всего трое в семье. Следующая картина, это картина, которая нарисована поверх той, что мне не понравилось, потому что, на мой взгляд, она мне не удалась. Здесь на синем фоне был неабстрактный цветок. Я поняла, что неабстрактная живопись – это то, что у меня не получается. Поэтому поверх я нанесла масляные краски, здесь также есть немного акрила, и получились вот такие цветущие апельсины. У моих картин есть две особенности. Я всегда рисую на холстах 1 метр ширина 1,5 метра высота. И также особенностью является то, что чаще всего не прорисован низ картины, который опирался на мольберт. Поскольку я теряю картине интерес, когда ее заканчиваю, у меня никогда не хватает терпения, чтобы дорисовать, соответственно, непрокрашенный низ. Следующая картина тоже нарисована в технике смешанной. Здесь есть акрил, здесь есть также масло. И это то, о чем я говорила. Я пытаюсь нарисовать цветы на деревьях. Часто меня вдохновляют цветущие деревья, поэтому и эта картина не исключение. Здесь можно увидеть синие мазки, которые символизируют как раз-таки небо, которое видно, если встать под дерево и смотреть снизу вверх. Это вторая моя картина, которую я нарисовала в Италии. Здесь можно заметить два цветка. На самом деле здесь таким образом, аллегорично я рисовала своих родителей. Мне была приятная идея, что в доме, в котором мы только заселились, были бы две картины, которые символизируют нашу семью. Поэтому первая картина – это мы с мужем и с Егором, а эта картина – это мои родители. Сейчас эта картина находится в детской. Эта картина и также первая, которую я вам показала, это картины, которые я никогда не продам. А вот картина, которая очень нравится Егору. Именно ее он попросил в свою комнату. И она одна из самых поздних и выполнена полностью в акриле. Это тоже цветы на деревьях, которые можно увидеть, как мне кажется, если стать под цветущую яблоню, например. Здесь есть синие мазки, они символизируют небо. Коричневые – это ветки, ну и розовые – это непосредственно цветы. В кабинете находятся две незавершенные на данный момент картины. Именно с желтыми цветами вы могли видеть в недавнем прямом эфире. Я рисовала, она не закончена. Эту картину, которая, как вы видите, тоже символизирует как раз-таки цветы на деревьях, я также не закончила, и ее я пыталась закончить тоже в прямом эфире. В ближайшее время я, безусловно, обе картины дорисую, и они найдут свое место в нашем доме. Это не все картины, которые я нарисовала. Одна находится в магазине на продаже, другая была успешно нарисована под заказ, но за нее мне не заплатили. Я много раз рассказывала эту историю. Были также картины маленького формата, которые я подарила своим друзьям. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Большое спасибо за такой интересный вопрос и запрос. Я с удовольствием показала вам, что я рисую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...